Уровень преступности в Брестской области самый низкий в республике. Показательные результаты ежедневный труд работников милиции в тесном взаимодействии с другими ведомствами. Существенный вклад в общее дело вносят и представители добровольных дружин. Всего на Брещене более 240 общественных пунктов охраны правопорядка, преимущественно в сельской местности. О слаженности работы, об ответственном подходе к делу, говорит тот факт, что за прошедший год было зафиксировано и предотвращено порядка 6000 административных правонарушений. Останавливаться на достигнутом не представляется возможным. Дальнейшее взаимодействие – залог успеха и спокойствия в области. Вопросы сотрудничества обсудили на учебно-методическом сборе с участием руководителей общественных объединений охраны правопорядка, представителей вертикали власти и других заинтересованных ведомств. Это действительно граждане нашей страны, которые, извините, не просто, не на словах, а на деле, доказывают свою гражданскую позицию, свою любовь к родине. Они не ходят по площадям и никакие-то непонятные там требования выдвигают. Они сами занимаются обустройством, как говорится, нашей жизни, безопасностью нашей жизни, прежде всего, соблюдением правопорядка, соблюдением законности в нашем государстве. Поэтому и учеба, это, естественно, будет направлена на это. Я думаю, что она будет эффективной. Мы должны выработать какие-то критерии. Итоги деятельности добровольцев – это решение множества задач по охране правопорядка. В планах на будущее – формирование единой системы функционирования Советов общественных пунктов для еще более эффективной работы по борьбе с преступностью. Итоги 2016 года показывают о том, что совместная деятельность всех субъектов профилактики, всех заинтересованных приносит свои плоды. Наши конкретные результаты свидетельствуют о том, что усилия совместные не прошли даром, так как по итогам прошлого года значительно сократилось количество в общем зарегистрированных преступлений, особо тяжких и тяжких в сфере семейно-бытовых отношений, также в состоянии алкогольного пьянения, в общественных местах, среди несовершеннолетних. Все это явилось результатом только совместной работы всех заинтересованных. Вопросы повышения эффективности работы, мотивации граждан, укрепления материальной базы общественных пунктов охраны правопорядка, создания учебно-методического материала уже взяты на вооружение. Решение их не заставит себя ждать. Борьба с преступностью – важный аспект общественно-политической жизни региона. Совершенствование наработок – ключевой момент. Точно так же, как и вовлечение в общую деятельность ответственных граждан. Оказаться в числе добровольцев и оказывать помощь правоохранительным органам может каждый желающий. Прежде всего, провериться гражданин на наличие компрометирующих материалов. Естественно, если гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности, но к уголовной тут даже и речи, наверное, не должно идти, потому что это действительно такой совет, в котором не место таким людям, которые, может быть, были, где-то участвуют и так далее, которые занимают не такую позицию, которую хотелось бы в обществе. А так, пожалуйста, вопросов нет. Любой гражданин, конечно же, проживающий на территории, который принимает активное участие, может стать членом Совета профилактики. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.